Добрый вечер! Подходим к завершению недельного раздела Торы «Байгаш». Тора рассказывает о том, как Яков принял решение отправиться в Египет, хотя понимал, что, скорее всего, с этого и может начаться в дальнейшем египетское рабство, может быть, надеялся в глубине души, что Всевышний остановит его, так как остановил когда-то его отца Цхака и не дал ему отправиться в Египет, но Всевышний, наоборот, не только не останавливает его, а говорит ему, ты отправляешься в Египет, именно там я сделаю тебя великим народом, там, на берегах Нива, и произойдет превращение из семьи, из клана в народ. Глава 46, 28-й послуг, сказано так. И Иуду он послал перед собой к Йосефу, чтобы указывать ему перед ним путь в Гошен, не просто привести этот пасук. Ясно одно, Яков едет со всем семейством, медленно достаточно, а Иуду он посылает впереди себя. Для чего? Гошен. Легород. Этот глагол указан… Легород лифанав. Этот глагол появляется в оригинале. Ну, легород вообще-то означает указать, приказать или научить. Что он здесь имеет в виду? Легород лифанав Гошна. То есть, указать перед ним в Гошен. Гошен, скорее всего, имеется в виду Дельта Нила, то самое место, в котором в дальнейшем и поселяется еврейский народ. И пришли они в землю Гошен. Раши, относясь к нашему вопросу, пишет так. Согласно Таргуму, т.е. по переводу онкелуса на армейский язык. Имеется в виду освободить для него место и указать, где ему поселиться там. Т.е. Пшат, говорит Раши, здесь такое, если мы буквально поймём то, что сказано, по стому значению слов, это означает, что он послал его для того, чтобы указать, как и где ему расселиться, где Якова будет селиться, каким образом поселиться он и его многочисленное семейство. Вот для этого он послал и удул перед ним чисто в технических целях. Но эти мражи не удовлетворяются и приводят другое объяснение. Это уже Драш. Перед ним, т.е. до того, как он придёт туда. Агада гласит, Леурот – это означает основать для него там учебный дом. Ведь не Драш попросту. Откуда будет исходить мчение? Т.е. Драш понимает это слово Леурот буквально, т.е. обучать, не указывать, как это понимает Пшат, что он послал его туда для того, чтобы указать, как и где расселиться. А Леурот, как это самое простое значение этого слова. Наверное, все, даже те, кто совершенно минимально знакомы с эвридом, знают слово Море, что означает учитель. Слово, происходящее от этого глагола Леурот – обучать. Стало быть, он посылает Иуду для того, чтобы обучать. Кого обучать? Тебя нужно обучать. Что он там делает? Для чего Иуда едет обучать? Объясняет Агада для того, чтобы основать уже там Бейт-Медра, чтобы в тот момент, когда Яков прибудет на это место, чтобы это уже было местом Торы. Известно сказано в Эперке. А вот, что человек всегда должен стараться жить в том месте, которое можно назвать Маком Тора, место Торы, место, где изучают Тору. Это то место, к которому евреи должны стремиться. Поэтому Яков не согласен приехать сначала на место, пустынное, как оно есть, начать обживаться и устраиваться, а потом уже где-нибудь, как только обживутся, уже устроить, чтобы был там Бейт-Медра, чтобы было место, где можно было учиться и обучать. Нет. Сначала сделать Маком Тора, сначала ознавать там Бейт-Медра, а уже потом только поселиться в этом месте именно с этой целью Иуда и прибывает в землю Гушен перед Отцом. Читаем дальше. 29 стих. И запряг Йосеф свою колесницу и поднялся навстречу Израилю, отцу своему в Гушен. И явился ему, и пал на его шею, и плакал еще на его шее. И запряг Йосеф свою колесницу. Йосеф не просто видный чиновник в Египте, человек номер два во всей этой колоссальной империи. Скорее всего, у него есть достаточное количество и слуг, и конюхов, и водителей, и шоферов, которые могут вообще запрячь колесницу самостоятельно. Почему такой крупный чиновник, почему такой важный человек, окруженный слугами, почему он должен это делать сам? Раши отвечает точно так же, как он… Это слова мудрецов из Талмуда, и Раши их здесь только цитирует. Точно так же, как мудрецы объясняют аналогичное поведение и с Авраамом. Кем Авраам Грубокер, Моих Вошит Хамро, когда Авраам встал рано утром и сам оседлал своего осла для того, чтобы отправляться на гору Морья для жертвоприношения Ицхака. Точно так же и здесь. То есть, человек иногда делает поступки, которые не свойственны ему. Несвойственны ему по его характеру, несвойственны по его социальному положению, несвойственны по позиции, которые он занимает. Что приводит человека к тому, что он ведёт себя нетипичным для себя или для своего положения образом? Приводят к этому, Раши, две самые колоссальные силы в душе человека, которые и толкают его. Это любовь и ненависть. Любовь – это стремление приблизиться, ненависть, наоборот, желание отдалиться как можно дальше. И та, и другая, и то, и другое очень сильное эмоциональное начало в человеке, и любовь, и ненависть, они-то и заставляют человека вести себя нелогичным и не всегда приемлемым образом. То же самое здесь. Любовь к отцу толкает Юсефа на поступок, который в глазах многих мог показаться довольно странным. Почему такой важный человек сам седлает лошадей, сам запрягает свою колесницу? С этим мы разобрались. А вот дальше, дальше тоже непонятно. Поднялся навстречу Израилю своему отцу. Значит, он получил известие, что отец прибывает в Египет, в землю Гошен. Юсеф находится, естественно, в столице, и он тогда выезжает навстречу к отцу в землю Гошен. Это понятно. И явился к нему. Значит, явился к нему. Уже написано, что если он поднялся навстречу своему отцу в Гошен, я понимаю, что он не встречал. Что означает эти слова? «Явился им». Дальше. «Пал на его шею и еще плакал на его шее». Очень странное произведение. Что значит «и еще плакал на его шее»? И самое главное, наконец, кто плакал? Юсеф плакал или Яков плакал? Одно совершенно ясно. Вот эта вот встреча – не единственная трогательная встреча, о которой рассказывает Тор. Была до этого еще одна трогательная встреча. Не просто трогательная. Сначала она была достаточно, было много волнений. Это встреча Якова с Исалом. Яков, естественно, очень волновался. Боялся, что эта встреча может кончиться потасовкой и даже кровопролитием. Но этого не произошло. Наоборот, была действительно трогательная встреча. И там сказано, как там говорится, что они и пали друг к другу в объятия, и плакали оба. Там плакали оба. Здесь явно совершенно четко одно. Один плакал, как сказано здесь. И плакал на его шее. Единственное число. Вопрос – кто? Яков или Йосеф? Раши на оба наши вопроса отвечает так. И явился ему, что означает явился? Йосеф явил себя своему отцу. Раши тоже видит эту сложность в стихе «Зачем сказано отдельно явился?», но ответ его не очень понятен. Ну, явился так, явил кто кому, не Яков явил себя Йосефу, а Йосеф явил себя отцу. Но вопрос-то остается, а для чего это нужно писать? Вроде бы очевидно. «И плакал ещё на его шее». Вот эти слова «плакать ещё», говорит Раши, означает плакать долго, т.е. неутешно, больше обычного. Значит, нельзя, говорит Раши, понимать здесь это слово буквально, плакать ещё. Ещё это значит, это и ещё это одно прибавляется к другому. Что здесь прибавляется, к чему прибавляется? Ничего здесь ни к чему не прибавляется. Стало быть, нужно сказать, что то, что Йосеф плакал здесь, плакал здесь Йосеф, это ему понятно, а слово «ёщё» объяснить, как плакал долго, много, неутешно, больше того, что можно было, больше обычного, больше того, что можно было бы ожидать. Он, таким образом, на последний наш вопрос отвечает Раши, что плачет именно Йосеф, а не Яков. Тогда вопрос, а почему же Яков не плачет? Казалось бы, при такой трогательной встрече плакать должны были бы оба. Если уже Яков и Исава оба расплакались, так уж тем более, когда Яков встречает здесь своего сына, которого не видел больше двадцати лет. Продолжает Раши, однако о Якове не сказано, что он бросился на шею Йосефу и целовал его. А почему? А мудрецы говорили, что в этот момент он произносил, он читал молитву «Шма» «Шма Исраэль, Ашем Ивэйкейну, Ашем Ихат». «Слушай, Израиль, Ашем, Бог наш, Он един». А Рамбан не согласен с Рашей. Может быть, прежде чем посмотрим мнение Рамбана, займемся именно последним утверждением Раши. Он непростой для понимания. Так, проблема Раши в том, что явно, очевидно, в «Пасуке» сказано, что плакал только один. Раши утверждает, плакал Ньюсеф, и тогда проблема, а почему тогда Яков не плачет? А он не плачет, потому что он занят совершенно другим делом. Он читает «Шма». Ну, а как это понимаете? А почему он читает «Шма»? А что? Это то, что естественно, и нормально, и понятно для человека в тот момент, когда он встречается со своим сыном, которого не видел два десятка лет в этот момент, и он читает «Шма». Некоторые книги сказаны у них так, действительно. Почти одинаково говорят ряд книг. В этот момент, когда Яков почувствовал колоссальный прилив любви к своему сыну, почувствовал, что она переполняет все его существо, то здесь он установился. Почему? Да потому что такую сильную, такую всеобъемную любовь человек должен испытывать только к Богу, только по отношению к Всевышнему. Поэтому он здесь остановился, отпрянул, и для того, чтобы сосредоточиться именно на любви к Всевышнему, для этого он тут же стал читать «Шма» «Слушай, Израиль, Бог един» Это очень часто встречающиеся объяснения и в письменных книгах, и устных. Вопрос он вот какой. После этого объяснения, когда нам дается это объяснение, человек сам собой, так наедине сам собой, он считает, что вопрос исчерпан, это объяснение его удовлетворяет. То есть, значит, едет конфликт, который почувствовал Яков, что он слишком сильно любит своего сына, и тут же отправлял ему. Не-не-не, нельзя же так любить. Так любить можно только одного Бога. Поэтому, мне кажется, быть может, лучше объяснить это несколько иначе. Что такое любовь? Любовь, уж не раз говорилось, постоянно подчеркиваю, любовь – это не то удовольствие, которое получает человек, потребляя что-то. Если мы говорим, что человек любит мороженое, или он любит читать интересные книжки, или он любит свою жену, это совершенно разные вещи. Любить, потребляя – это одно, это не любить эти вещи, это любить самого себя, только когда человеку нравится потреблять какие-то вещи, а любовь на самом деле другая. Любовь – это, как мы сказали, прежде всего это желание приблизиться, стремление сильное, как сила души, это стремление приблизиться к кому-то или к чему-то. И, наконец, любовь – это то наслаждение, которое испытывает человек в тот момент, когда он даёт что-то, в тот момент, когда он делает что-то ради объекта своей любви. Отсюда, что означает любовь к Богу? Понятно, что любовь к Богу – это не любовь к… это совсем, хотя слово «молюб» тоже, совсем нельзя это сравнивать с любовью к предметам потребления, к любовью к мороженому или к любовью и ещё к чему-нибудь. Это означает, что человек, человек, любящий Бог, это человек, который то, что Всевышний от Него требует, делает с удовольствием, Ему доставляет удовольствие сделать то, что Всевышний от Него просит то, что Всевышний от Него требует. Любовь к детям, Что это означает? Снова не вопрос потребления. Любовь к детям – это вещь более понятная. Конечно же, любой родитель испытывает наслаждение, многое-многое отдавая и вкладывая в своих детей. Именно то наслаждение, которое он получает, отдавая, жертвуя своим временем, своими средствами, своими силами ради своих детей и вкладывая в них, он получает наслаждение. Это любовь. Так вот, любовь – это не то, что здесь есть конфликт. Любовь к своим детям против любви к Богу и наоборот. Что здесь есть какая-то ревность, какой-то треугольник, который никак не может быть разрешен, иначе как хирургический. Любви к Богу мешает любовь к своим детям и наоборот. И сделать это друг в друга. Любовь как таковая вся, она одна и единая. И источник всей любви. То есть, то, что у человека, это мы знаем. Человек сотворен по образу и подобию Божьему. И то, что у человека есть в его душе, есть у него такая сила. Любовь – это результат того, что человек создан по образу и подобию Божьему. И любовь – это одно из качеств, один из атрибутов, который Всевышний проявляет в этом мире. Это любовь Всевышнего к его созданиям. Он создал мир и проявляет в нём любовь. То есть, проявляет в нём радость от того, что он даёт и одаряет свои творения. Из этой любви, из неё-то и растёт любовь человеческая. То есть, настоящая, настоящая именно любовь человека и к другим людям, и к окружающим его, и к его детям, безусловно. Корень её в любви Всевышнего к своим созданиям. Именно поэтому, а не потому, что существует здесь конфликт, именно поэтому в тот самый момент, когда Яков чувствует, что любовь к сыну приполняет его сердце, именно в этот момент он вспоминает самое главное. Откуда эта любовь? Источник этой любви. Что источник этой любви? Это любовь Всевышнего к своим творениям, к тому миру, который он создал. И поэтому в этот самый момент он не противоставляет, а объединяет всё. Шма-Израэль, слушай, Израэль. Бог един, один, един. Нет в мире множества. У мира есть одно единое начало. Одно единое начало, которое сотворило весь этот мир. Одно единое начало, из которого всё происходит. И любовь человеческая, она тоже исходит из того же самого единого начала, из любви Божьей. Именно поэтому это то, что Яков сейчас, в этот самый момент, то, что он видит. Ну и, конечно, нельзя забывать о том, что в этот момент, подобного рода моменты, человек, когда окидывает взглядом всё, что произошло с ним за последние годы, и понимает, что всё это было не случайно, и Всевышний вёл его за руку, пока он не дошёл вот до этого самого момента. Это снова подчёркивает то, что один, точно так же, как мир, создан единым творцом. И то, что творится в мире, тоже происходит из одного единого источника. Нет здесь какой-то борьбы различных сил. Только Всевышний управляет этим миром, и только он направляет в конечном итоге шаги человека. И так произошла вся эта драма, которая сейчас вот только что приходит к развязке. И разлука с сыном, и то, что он попал в Египет, и то, что он не знал об этом на протяжении многих-многих лет, считая его растерзанным зверем. И вот, наконец, сейчас они встречаются. Это вкратце понимание Раши. С ним не согласен Рамбан. Зачитываю то, что пишет Рамбан. То, что Иосиф падает на шею отцу, непочтительно по отношению к отцу, не будем забывать. Нам, детям XX-XXI века, с присущим ему за панибратством, естественно, конечно, родители встретились с сыном, почему бы сын не повиснет на шею у папы. Но на Древнем Востоке так не делают. Это совершенно исключается. Поэтому то, что Иосиф падает на шею отцу, на первый взгляд, непочтительно по отношению к отцу. Скорее бы можно было бы ожидать, а как должен был сын вести себя при встрече с отцом, которого он не видел в 20 с лишним лет, что он поклонится ему или поцелует ему руки. Как он действительно поступал в последующих встречах. Это уже видно и по тексту. Ну, а этот момент еще более подходит для поклона отцу, которого следует почитать, почитать, как высшее существо ему кланяется, но не бросается ему на шею. Это первое возражение. То есть понять этот посылок так, как понимает Раши, что пал ему на шею, имеется в виду Иосиф пал на шею к своему отцу, не идет. Кроме того, еще одно возражение. То, что Раши объясняет, и еще плакал на его шее, с каких это пор слово еще означает много плакал. Слово еще всегда означает добавление к чему-то, к чему-то главному. Но не то, как объясняет Раши, это слово много. Поэтому, пишет Рамбан, мы объясним иначе. Мне кажется, что здесь произошло, что это именно Яаков бросился на шею к Иосифу, а не наоборот. То, что отец бросился на шею к своему сыну, естественно, и нормально, но не наоборот. И плакал. А что значит плакал еще? Плакал так же, как плакал о нем до сего дня. То есть, этот плач прибавляется. Что означает плакал еще? Он плакал о своем сыне на протяжении всех тех лет, когда он считал его погибшим. И теперь он продолжает. Хотя он встретился, он все еще плачет точно так же, как плакал с ним до сего с ним. Что означает слова «и явился к нему»? То, что Яаков в начале встречи он не узнал о Иосифе. Потому что его глаза уже ослабели от старости или потому что Иосиф прибыл в колеснице второго человека в государстве после фараона? Иосиф не переоделся. Он поехал к отцу так, как он одевался, так он и выглядел в Египте. То есть, он был одет совершенно как обычный египетский вельможа. Поэтому Яаков вполне мог не узнать его. Ведь, продолжает Ромбан, да ведь даже братья его, собственно, его не узнали. А уж тем более старик-отец, у которого, быть может быть, к тому времени уже и зрение серьезно ослабил. И поэтому Писание упоминает, что когда он явился отцу, который видел его до этого, но не узнал, а потом явился, то есть, показал ему, что он Иосиф. И тогда, в этот момент от неживности, когда вдруг выяснилось, что египетский вельможа, который едет к нему навстречу, это не начальник таможни и не начальник паспортного контроля, а это его собственный сын, тогда отец упал ему на шею и плакал о нем еще, как плакал всегда до самого этого дня, когда увидел его. И это же очевидно, продолжает Ромбан. Но кто скорее заплачет в этой ситуации? Старик-отец, увидевший сына после того, как многие годы считал его погибшим, или молодой сын, правящий огромной страной. Вот это спор Раши и Ромбана. Еще раз, получается так. Очевидно, плачет только один. Раши объясняет, плачет Иосиф. Плачет он много и неутешно. А Яков не плачет, потому что в это время читает шума. Ромбан говорит, нет. Плачет Яков. Плачет он немного, имеется в виду, а плачет он еще, вдобавок к тому плачу, который был до сих пор до встречи. Ну и Ромбан вообще не нуждается в объяснении, а почему тогда Иосиф не плачет. Потому что, как он и заканчивает, молодой человек, находящийся на пике своей карьеры, управляющий огромной империей, от него мы не очень-то ожидали бы плача. Плач мы, естественно, ожидали бы именно отстарикаться. В чем причина их спора? Почему Раши объясняет, что плакал Иосиф, а Ромбан объясняет, что плакал Яков? На первый взгляд корни этого спора чисто лингвистические, т.е. они лежат в грамматике. Зачитаем еще раз эту фразу. «И запряг Иосиф свою колесницу, и поднялся навстречу Израилю своему отцу в Гошен, и явился к нему, пал на его шею, и еще плакал на его шее». Вопрос, как в шестом классе школы, а где здесь подлежащее, и где здесь сказуемое. «Вначале предложение подлежащее очевидно, и запряг Иосиф свою колесницу». Иосиф подлежащее, запряг сказуемое, а потом, потом идут снова еще и еще дополнительные и поднялся навстречу Израилю своему отцу, и явился ему, и пал на его шею, и плакал. На первый взгляд то, что написано здесь, то предложение, которое мы зачитали, это предложение, в котором одно подлежащее Иосиф, и много-много-много однородных сказуемых, которые идут одно за другом. Иосиф запряг колесницу, поднялся навстречу своему отцу, явился ему, упал на его шею, и он же и плакал. Так это видно, и так вполне можно объяснить, и это вполне подходит к комментарию Раш. Правда, можно объяснить это и по-другому. А именно, что то слово, которое вначале было дополнением, оно в дальнейшем становится подлежащим, и тогда у нас два предложения, т.е. этот пасук разбивается на два разных предложения. «И запряг Иосиф свою колесницу, и поднялся навстречу Израилю своему отцу в Гошен, и явился ему». Точка. И дальше тот самый Израиль, который упомянут здесь как дополнение, становится подлежащим следующего предложения. Пал на шею его. Кто пал? Израиль. Пал на шею Иосифа. И плакал. Кто? Яков Израиль плакал на его шею. Это вполне соответствует объяснению Рамбана. Ну, а какая же интерпретация верная? Можно так, и можно так. Предложение само по себе, оно терпит и такое объяснение, и такое объяснение. Скорее всего, причина спора не в грамматике, ибо каждый из комментаторов понимает, что по суп можно объяснить и так, и по другому. Скорее всего, кажется, что Рамбан спорит с Раши, с позицией, для него это свойственно. Рамбан очень часто обращается к психологии, к пониманию поведения людей для того, чтобы объяснить мотивы и действия действующих лиц в Торе. Именно так он пишет в конце, ведь это же очевидно. Но кто скорее заплачет в этой ситуации? Старик-отец, увидевший сына после того, как многие годы считал его погибшим, или молодой сын, правящий огромной страной? То есть, если мы воспринимаем здесь плач как прорыв чувств у человека и некоторое проявление слабости, то, естественно, оно к кому мы отнесём? К старику-отцу, а не к молодому человеку, который находится на пике своей карьеры, управляет огромной страной. Это не значит, что он абсолютно равнодушен к тому, что происходит, наоборот. Мы только что видели, он сам запрягает свою колесницу, безусловно, и он стремится к этой встрече, но не плачет. Это позиция рамбан. Кстати, если уже говорить о понимании, о психологическом подходе к пониманию этого отрывка, то Аравирш, снова обращаясь именно к психологии людей, он как раз объясняет не как рамбан, а он объясняет именно как раша. И пишет вам следующую вещь. Иосиф плакал, Яков нет. Почему? А он давным-давно выплакал все свои слезы. 22 года он ждал, так долго он этого ждал, так долго он считал своего сына погибшим. Он выплакал все свои слезы. Есть уже некоторые с точки зрения эмоциональной, есть уже некоторые усташения. А Иосиф все не мог удержаться от рыдания, когда Яков говорил с ним. Пока не было Иосифа, жизнь Якова была пуста, и он оплакивал сына полностью, отдавая своему гору. Что еще наполняло жизнь отца за все эти годы? Не было такой полноты жизни, поэтому, естественно, он все больше и больше отдавался своему гору и выплакал все, что можно уже выплакать. А у Иосифа все наоборот. Жизнь Иосифа между тем была насыщена событиями. Какими событиями? Его постоянные взлеты и падения. То он попал в рабство, то он становится любимым лакеем своего господина, то он становится его управляющим, то у него начинается эта ужасная история с его женой, то он попадает в тюрьму, то ему снова светит надежда, то ему кажется обратно ничего нет, то он попадает к фараону, начинает управлять огромной империей, мировой империей. Естественно, у него не было времени почувствовать боль, разлуки с отцом, жизнь наполненная, идет с колоссальным темпом и насыщенная жизнь. У человека нет времени даже отдаться своему, своим чувствам. А вот теперь он был поглощен настоящим, но сейчас в объятиях отца он с необыкновенной силой ощутил эмоциональное воздействие этой разлуки и освобождился и освободился от груза двадцати прожитых лет. Это вполне понятное с точки зрения психологии явления, когда человек вдруг, у него все то, что он все эти чувства, все эти эмоции, которые у него как бы подметались у него под ковер, от которых он уходил, от которых он он не имел возможности, он не имел времени, у него не было достаточно душевных ресурсов для того, чтобы заняться этим. Вот теперь в тот момент, когда он встретил с сыном, все прорвалось, и вся та накопленная боль, то, все то, что он подметал под ковер на протяжении всех лет, все это прорвивается и сейчас, поэтому именно он плачет, а не Яков, который уже выплакал все свои слезы. Это Равир, но Рамбан понимает не так. Кто скорее заплачет в этой ситуации? Старик, отец или молодой сын? Может быть, есть еще одна причина, которая может склонить именно комментарий у Рамбана, что плакал как раз Яков Ани-Йосеф. Ведь помимо того, что Яков встречается здесь со своим сыном, которого не видел так много лет, он же понимает, что начинается египетский голод. Начинается египетский голод, и это вещь, которая внушает страх, не только потому, что может случиться угнетение, может случиться пробощение, которое в дальнейшем действительно случилось, но и обратная сторона тоже очень страшна. Быть может быть, здесь, в этой стране, куда более развитой, куда более богатой, заманчивой, чем та страна, в которой они жили до сих пор, может быть, здесь его сыновья, и внуки, и правнуки, может быть, они осядут здесь, им здесь понравится, и они настолько врастут уже в эту страну, в эту землю, что не хотят из него уйти. Может быть, они попросту ассимилируются здесь, а что же будет тогда со всем тем предназначением, которое было предначертано еврейскому народу, это тоже вносит в его душу смятение и страх, и тоже может привести к тому, что в момент встречи с сыном он почувствует, что не может не плакать. я думаю, что эту тему мы уже достаточно обсудили, можно двигаться дальше. И сказал Израиль Юсефу, теперь я могу умирать после того, как увидел твое лицо, что ты еще жив. И сказал Юсеф своим братьям и дому своего отца, я извещу фараона и скажу ему мои братья и дому моего отца, которые были в Кнаане, пришли ко мне. Что он им сообщает? Зачем он им это сообщает? Что он переходит здесь от волнующей встречи отца и сына и показывает, что Юсеф начинает уже разговаривать и давать конкретные какие-то инструкции, как мы видим в дальнейшем своим братьям, о том, как они должны вести себя в этой новой обстановке, в новой для себя стране. Но перед этим он им говорит, я доложу, я извещу фараона и скажу ему мои братья и дому моего отца, которые были в Кнане, пришли ко мне. Абабанель отвечает на этот вопрос так. говорит, я пойду и сообщу фараону, я не хочу задержаться с вами, то есть, он как бы извиняется, я не могу с вами долго задержаться. Я вот, мы сейчас встретились с отцом, я тут же, тут же возвращаюсь назад. Почему? Потому что мне нужно сообщить фараону о вашем прибытии. Лучше бы, чтобы он узнал это от меня, чем от другого. Довольно странный фараон. А что такого страшного, если ему доложить, что Йосеф встретился со своей семьёй, и он находится сейчас там. Для фараона вообще прибытия семьи не было для него тайной. Он сам пригласил семью Йосефа переехать в Египет, сам дал им повозки, тележки для того, чтобы они перевезли все свои семейства. Что такого плохого, если он узнает? Не очень это ясно. Пробойте, посмотрим продолжение. Значит, я скажу, я извещу фараону и скажу им. И он говорит не только тот факт, что я побежал быстренько сказать фараону, но им рассказываю, что он им скажет. Мои братья и дом моего отца, которые были в кнаре, они пришли ко мне. Эти люди пастухи овец, они были скотоводами. Мелкий и крупный скот свой и всё, что у них, они привели. И будет, если призовёт вас фараон и скажет, каково ваше занятие, то вы скажете, скотоводами были рабы твои с измольства и до ныне и мы, и наши отцы, чтобы мы могли поселиться в земле Гушен, ибо мерзость для египтян каждой поступит. И СССР даёт им здесь очень подробные инструкции, как они должны себя вести и как они должны, как он представит фараона и как они должны говорить с фараоном на аудиенции разные вещи. Иосиф посоветовал своим братьям сказать фараону, что они пастухи, однако не такие, которые пасут чужой скот, то есть, мы не босяки, мы не нищие. и для собственного скота у них довольно слуга домочадцев, которые могут пасти его, но источник богатства это скот, то есть, они представляют себя, как люди достаточно солидные и обеспеченные, а откуда их, на чём строится их благосостояние, в чём стоит их имущество, скот, то есть, скотоводы это владельцы скота, но не пастухи, которые бегают с овчарками за овечками. Им всегда поднижали многочисленные стада, и они были очень богаты, и у них всегда было огромное хозяйство. Йосеф хотел, чтобы всё, что услышит фараон, пробуждало бы в нём уважение к сынам Якова. Ну, понятно, что будет ромбак. Йосеф хочет подать товар лицом, он хочет, чтобы фараон понял, что пришли не нищие, и голодные, которые он должен будет сейчас кормить. Ну, не, 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 нужно кормить, это люди, люди достаточно состоятельные, они сами себя могут содержать, не нужно здесь никакой помощи, так, чтобы фараон почувствовал уважение к этим людям. Но из последней фразы кажется, что намерения Йосефа совсем другие, ведь он им говорит, будет, если призовет вас фараон и скажет, какого ваши занятия, то вы скажете, скотоводами были рабы твоих измельствов, то есть, еще раз, не говорите, что вы пастухи, а зовите себя скотоводами, были рабы твоих измельствов и даны, не мы и наши отцы, чтобы вы могли поселиться в земле Гушен. Вот, оказывается, какая цель. Цель, чтобы поселиться в земле Гушен. А какая связь между тем, что вы скотоводы и желанием поселиться в земле Гушен, ибо мерзость для египтян каждый пастух. То есть, поскольку египтяне сами мясо не едят, для них животные, очень многие, это их божества, священные животные, то поэтому для них пастухи, которые потребляют мясо в пищу, для них это противно. Поэтому естественно будет, что если услышишь, что эти люди пастухи, они мясоеды, то скорее всего захотят поселить где-нибудь в резервации подальше от кренного населения, чтобы не оскорблять чувства египтян. Так получается по тексту. То есть, есть здесь два противоположных направления. С одной стороны Елсеф подчеркивает, что вы скажите, что вы скотоводы, не называйте себя пастухами, то есть представьте себя так, чтобы фараон почувствовал к вам уважение и не видел вас нищих. Это с одной стороны. А с другой стороны наоборот подчеркивается вещь, которая для египтян отрицательна. Вместо того, чтобы сказать, что их занятие что-нибудь, что египтяне ценят, если бы представиться египтянам как астроном или астролог или еще как-нибудь, то безусловно те профессии, которые египтяне больше не потянили. А здесь как раз наоборот, скотоводы, это вещь, которая у египтян ничего, кроме ощущения мерзопакостности, не вызывает. Цель его, чтобы поселиться в земле гушен. Ну, а спрашивают задачи, а почему это нужно, а зачем ему нужно селить свою родню именно в земле гушен. Раши, чтобы смогли вы поселиться в земле гушен, а она вам подходит, потому что это земля пастбищная. Когда скажете ему, что не знаете никакого другого ремесла, так он отошлет вас от себя и поселит их там. Получается, что поскольку они скотоводы и они приходят со своим скотом, то им нужно место, которое подходит для выращивания скота. Наилучшее место земля гушен, заливные луга, там отлично выращивать скот, только нужно получить от фараона разрешение, чтобы поселили их именно туда, а может он их сейчас захочет куда-нибудь послать. Именно поэтому вы ничего не знаете, никаких ремесел не понимаете, никакой специальности не имеете, вы занимаетесь только скотом и ничего, кроме ухаживать за овцами и тогда у вас отошлет подальше, ну и тогда будет здесь вполне естественным, что вас поселили в земле гушен, а это вам в общем-то и надо. То есть, вроде бы получается, что интерес здесь чисто материальный и технический, как устроиться так, чтобы было наилучшим образом поселиться, как получить самое лучшее место селения в Египте, подходящее для их рода занятий. Но автор Акидат Ицхак Би Ицхака Рама утверждает, что нельзя так понимать Раш. И вот, что он пишет. нет сомнения, что Йосеф, желая этого, мог бы назначить своих братьев на высокие должности в государстве. Если Йосеф фактически премьер-министр Египта, то, безусловно, он может устроить хорошие работы, почетные должности, высокооплачиваемые для своих родственников, для своих братьев. Этого он не делает. Однако он посоветовал им сказать, что никаких отцы с юных лет пасут овец. Так что это занятие издавна присуще им, и они не смогут отказаться от него. Именно с измельствием. И мы, и наши отцы, то есть у нас это, у нас, мы бедуины, мы пастухи, это у нас в крови, наследственные у нас. Всё это для того, чтобы поселить их как можно дальше от египтян. Так как отвратителен для египтян всякий пастух овец. И как из этого следует, и нам Израиля належит жить в стране Гушен. Именно это имеет в виду Раши, говоря, и когда вы скажете фраону, что в любой другой работе вы неискусны, он отдалит вас от себя и поселит там. Одним словом, для Иосефа отдаление своих братьев от египтян было главным, а пребывание их в стране Гушен второстепенно. второстепенно. То есть, не так, как мы поняли поверхность на Раши, что главное, что хотел Иосеф здесь, это обеспечить им тёпленькое местечко, подходящее для их скота в земле Гушен. Да нет, это только следствие. Самое главное, то, что он хотел подальше, подальше от египтян. Не смешиваться с египтянами, не жить рядом с ними. А манёвр, который он предлагает, именно такой. Если фараон услышит, что, в общем-то, взять с этих людей нечего, и ничего, кроме как быть пастухами, они не умеют, тогда вот он их отошлёт туда, и идите тогда туда, в Гушен. Ой, это тоже нам и надо. Не потому, что Гушен это место с заливными лугами, а потому, что это далеко от центра страны. Центр страны известного населения Египта, основная масса его селилась по берегам Нила, вот подальше, подальше оттуда, туда в дельту, где нормальные люди хотят. То есть, Йосеф, в принципе, мечтает здесь о вот такой вот добровольной черте осёдлости, для того, чтобы не смешиваться с коренным населением. А нациф из Воложина тоже пишет в этом направлении, но чуть более конкретно. есть здесь некоторые изменения. Йосеф не хотел поселить своих братьев там, где проживала большая часть населения Египта. Для того же, чтобы достичь своей цели, вот этой изоляции сынов Израиля от египтян, Йосеф замыслил использовать отношение египтян к пастухам. В этом отношении он повторяет слова, повторяет, не повторяет, но он идет по стопам акидат и цхак, то есть говоря, что вся эта история с пастухами и с землей Гошейн, это только маневр, использование отвращения, которое испытывают египтяне к пастухам. Смотря на то, что его братья и весь дом его отца будут предметом презрения фараона. Пастухи. Это и современному это человеку слово пастух у него, который говорит, я инженер, я программист, я пастух. Самый анекдот, есть профессии на О, а есть профессии на А, когда человек говорит, что он инженер-конструктор, люди говорят, О, когда человек говорит, что он пастух, а, чимизм тоже скажет фараон, а, да, ну ладно, хорошо, понятно, идите. Это потрясающая вещь. Как человеку всегда хочется почувствовать себя важным в глазах других людей. Если у нас есть хоть какая-то важность за что-нибудь зацепиться, где-нибудь наш там твоюродный дядя где-то когда-то кем-то был и какое-то место занимал, и я где-то в какой-то такой школе учился, и человек старается всегда так, чтобы об этом другие люди знали. Он старается выставить на показ свои плюсы так, чтобы люди его уважали. Это совершенно естественно для человека и понятно. Человеку необходимо испытывать уважение к самому себе, и если, а это дело достаточно трудно, но, по крайней мере, если другие люди испытывают к нему уважение, тогда и, в общем-то, и он начинает себя немножко хотя бы уважать. Но здесь, для того, чтобы не смешаться с египетским населением, идет Йосеф на вот такое вот сознательное самоуничижение для того, чтобы именно для того, чтобы плевать нам на то, что нас не будут уважать, плевать нас на то, что к нам будут испытывать презрение, пишет инцид, ну и пусть. Лишь бы подальше. Тем не менее, Йосеф решил, что стоит использовать все средства для достижения самого необходимого, сохранения святости народа Израиля. Ее невозможно будет сохранить, если еврейский народ будет жить среди египтян. Не следует здесь ошибаться. Это не значит, что еврейский народ может просто существовать только в условиях гетто и только в условиях полнейшей изоляции. Видно и сегодня, что большие и серьезные еврейские общины могут существовать живя среди других народов. Но, но, это сегодня. Сегодня, когда у нас есть Тора, сегодня, когда мы отдельный народ, которого Тора и ее законы, ее заповеди выделяют из всех остальных людей и объединяют евреев между собой, но ситуация, которая была тогда, была совершенно иная. Ничего, кроме кровных рус, не объединяло потомков и удержаться здесь, чтобы не ассимилироваться среди других, не имея Торы, не имея ее заповеди, не имея ее отдельных законов, было невероятно сложно. Как говорят наши мудрецы, в конечном итоге, что то, за что евреи держались, те признаки какой-то эмоциональной обособленности, было всего три. это имена, язык и одежда. То есть, вещи чисто внешние, внешний атрибутик. Внутреннего багажа еще не было, Тора-то еще не была дана, поэтому все, за что можно было тогда держаться, все еврейского, что было в дальнейшем в жизни евреев в Египте, это были вот те самые внешние атрибуты, язык, одежда и имена. Поэтому, понимая, насколько это будет трудная задача, ЕСЭФ старается сделать все, 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 что от него зависит, для того, чтобы вот так вот самоизолироваться от египтян, и если для этого нужно пойти на унижение, он готов и на это унижение. Правда, и это тоже нужно подчеркнуть до определенной степени. Унижение в том, что люди, занимающиеся скотом, да, египтяне испытывают отвращение, но вместе с тем, как мы видели, это подчеркивает Рамбан, что ЕСЭФ настаивал, что при всем, при том, пусть они испытывают к вам отвращение, так мы можем теперь более точно рассказать, может быть, не унижение, отвращение, да, унижение нет, именно поэтому он говорит им, вы скажите, что вы скотоводы, не пастухи, а скотоводы, не унижайтесь. Сохраните своё достоинство, а то, что будут испытывать к вам омерзение, презрение из-за того, что вы пастухи, это хорошо, это нормально, это не вредит, но не нужно унижаться. Получилось у ЕСЭФа то, что он хотел, и да, и нет, как мы увидим в дальнейшем, поселиться в земле Агушен у него вышло, но самоизоляция в конечном итоге не получилась. Как говорит в конце, в самом конце главы говорит Тора, а Израиль поселился в Египте, в земле Агушен, и они обжились в ней, расплодились, и очень размножились, и вслед за этим, когда уже Тора переходит в книге Шмот, в самом начале книги Шмот, там, скажем так, а страны Израиля расплодились и размножились, то есть, так же, как и заканчивается наша глава в Айгаш, и стали очень многочисленны и сильны, и наполнилась ими страна. То есть, из вот этого самого добровольного, из этой добровольной самоизоляции, из добровольной черты осёдлости евреи стали уже переходить и населять, наполнять всю страну, поселившись и среди коренного населения. Это не внушло. И пришёл Йосеф и доложил фараон. Начинаем в 47 главу. «И пришёл Йосеф и доложил фараону, мой отец и мои братья и крупный и мелкий скот и всё, что у них есть, прибыли из земли Кнан, а теперь они в земле Гушем, и взял пятерых из числа своих братьев и представил их фараон». Раша подчёркивает, сказано здесь, пятерых из своих братьев, то есть из них, что означает из них, говорит Раша, из числа своих братьев, из тех, кто послабее, кто не выглядел сильным. Радёт сидеть на дополнительный шаг, чтобы люди, которых он, чтобы братья, которых он выставляет, приводит на аудиенцию фараона, чтобы они не выглядели очень сильными, чтобы они внешне не были столь привлекательными. А почему он это делает? Потому что, если фараон не видит в них силачей, то он сделает их своими воинами, а значит, это не входило в планы Юсефа. Ну и теми, на ком Юсеф остановил свои выборы, были Рувен, Шимон, Леви, Сахар и Беньямин, и это подчёркивает Раша именно те, чьи имена Мушей не повторил, когда он давал им благословения, в то время как имена сильных он произнёс дважды, так сказано в Медраше Берешит Рабар, а в Талмуде всё наоборот, то есть именно те, чьи имена Мушей повторил, они как раз и слабые, именно их он взял к фараону. И сказал фараон его братьям, каковы ваши занятия? Они сказали фараону, твои рабы пастухи, и мы и наши отцы. И сказали они фараону, мы пришли пожить в земле, так как нет пастбищ для скота, что есть у твоих рабов, потому что в земле Кнанской очень сильный голод. Очень часто в Торе бывает, что тот же самый отрывок повторяется дважды. Например, жена Патифара рассказывается, что было у неё с ЕСФ, затем она рассказывает это своим домашним, затем то же самое она рассказывает своему мужу, или когда Элиезер сватает Ривку, сначала рассказывает, что с ним было, а потом всё это пересказывает её родителям. Для чего это Тора делает, для чего эти повторения? Все комментаторы в этом случае нужно точно сравнить, наложить друг на друга оба рассказа и внимательно-внимательно посмотреть, идентичны они или нет, или есть какие-то расхождения. То же самое сделаем сейчас. ЕСФ сказал братьям, прежде всего он сказал братьям так, что я иду к фараону, я скажу ему, и сказал ЕСФ своим братьям и домам своего отца, я извещу фараона и скажу ему, мои братья и дом моего отца, которые были в Кнане, пришли ко мне. А что он говорит фараону на деле? На деле. Мой отец и мои братья и крупные и мелкие скоты и всё, что есть у них, прибыли из земли Кнан. А теперь они в земле Гушин. Он не говорит, они прибыли ко мне. Он говорит, они находятся в земле Гушин. Почему? В чём здесь дело? Может быть, он имеет в виду, чтобы ты не думал, что они пришли ко мне, т.е. они пришли как нахлебники, и они думают здесь, поскольку они родственники крупного чиновника, то они таким образом думают здесь проживительные. Нет-нет, они пришли сами, они сами по себе, у них крупный и мелкий скот, они люди состоятельные, отчёт этого нечего беспокоиться. Здесь всё нормально. Следующий момент. Иусеев сказал своим братьям, вы скажите, будет, когда призовёт вас фараон, и скажите, каково ваше занятие. Вы тут сказали, со скотоводры. И говорите, пастухи. А что они говорят? И сказал фараон, и вы братьям, каковы ваши занятия. И они сказали, фараону, твои рабы пастухи. Смотрите, перестарались. Пастухи. И мы, и наши отцы. Более того, на этом они должны были поставить точку. Чтобы фараон сам сказал, ну, если вы скотоводы, а Юсеф ещё прибавил, что они сейчас находятся в земле Гушен, ага, скотоводы, ну, и пусть они там остаются. Оставайтесь там. До свидания. Идите, идите. Вместо этого, что они делают? Называют себя пастухами. И сказали они фараону, то есть, в общем, себя унижают больше, чем нужно. Мы пришли пожить в земле, так как нет пастбищ для скота, что есть у твоих рабов, потому что в земле Кнанской очень сильный голод. Начинаются жаловаться, чтобы к себе милосердие пробудить. Не надо было этого делать, считал Юсеф. Это излишне. А сейчас, пожалуйста, разреши твоим рабам поселиться в земле Гушена. А это совсем не нужно было делать. Вышло шило из мешка. Они должны были промолчать, чтобы фараон сам это сказал. Фараон быстро всё понял. И сказал фараону Юсефу, он им не отвечает. Всё. Диалог с ним закончился. Он обращается к Юсефу. «Твой отец и твои братья пришли к тебе». Что означает эта фраза? Юсеф не сказал, они пришли ко мне. Фараон говорит, они пришли к тебе. Эти пастухи, это к тебе пришли. Значит, вот ты ими займёшься. Ты их будешь... Земля египетская перед тобой. На лучшем месте земли поселит твоего отца и твоих братьев. Ты поселишь. Не я их селю. Так, ты поселишь. Что здесь ещё заложено? Что пока Юсеф, он временщик, и пока Юсеф в фаворе, то ему, естественно, всё позволено. Но если завтра он потеряет милость в глазах египтян, то что тогда случится? То и вся его семья потеряет там вид на жительство, ибо не фараон их поселяет в Египте, а Юсеф их поселяет в Египте. Поэтому фараон ему подчеркивает, твой отец и твои братья пришли к тебе. Это ты их поселяешь. Где хочешь? Ну, если, как там сказано, земля египетская перед тобой, на лучшем месте земли поселит твоего отца и твоих братьев, ну и пусть они живут в земле, Гушин. Если знаешь, среди них способных людей, что они могут делать, быть полководцами, быть учёными, поставь их над моими стадами, пусть они занимаются, пусть они пасут мои стада. То есть, план Юсефа здесь не очень удался. С одной стороны, и удался, и не удался. С одной стороны, то, чего он хотел и то, что он мог пообещать отцу, что они не будут жить в центре, они будут жить в земле Гушин. Это да. Фараон на это согласился, но вместо того, чтобы это была идея фараона и чтобы фараон их официально поселил там, как людей, имеющих полное право на жительство в этом месте, вместо этого получилось, фараон понял, что это то, чего они хотят, и он уже здесь перекинул всё это дело Юсефу, и получается, что Юсеф поселяет их там, так что в любой момент можно будет их оттуда прогнать и выгнать вообще, или что угодно здесь сделать. Так этот план не удался до конца и в дальнейшем сказанное привёл Юсеф своего отца Якова и представил его фараону, но вот уже о встрече Якова с фараоном об этом мы будем говорить на следующем. Так.